А вот и он, Василий Николаев. Человек, который благодаря своему смелому и длительному марш-броску снискал уважение и популярность не только у любителей футбола. Вася, что было самым сложным в твоем путешествии и как ты вообще на него решился? Как бы в межсезонье двое ребят уехало за Беларусь, уехало в другую страну жить и вдвоем мы решили пойти. У одного из парней получилось, ну как бы получилось травма ноги, он потел на ногу и монтёр мозоли сильно. И не дошло, не получилось. А так спонтанно все, собрал спонтанно буквально. Приехал с Олигорской сыгрей, там со спуском играли. Вот, и на следующий день сразу уже вышел. Что было самым сложным? Самым сложным это, наверное, пережить ночь именно в плане того, что когда дожди пошли, вот эти все. В Барановичах как бы ребята помогли очень. Писали как бы, вот, в Минске тоже сильный ночь возле этого, возле Дзержинска пошел, тоже переночевали. Помылся, покушал, все отлично было. А где мылся? В ванне все отлично. Кто-то принимал, да? Да, принимали ребята. Было то, что вот в речке, ну, купался там и принимал там, ну, не то, что думал, что как-то брился там, но так слегки. Ноги слегка умывал, чтобы легче идти было. Говорил, что питался, на костре готовил себе еду. С собой, значит, брал какие-то припасы, запасы? Ну, с собой сильно такие припасы не брал. В основном покупал что-то или в магазине по дороге, где-то в деревнях, или на трассе покупал такое быстрое приготовление. И с утра вставал, там, кофе выпивал, чай, какие-то хруассаны, там, что-то кушал, булочки какие-то минимальные, пока заряжался телефон, чтобы на связи был с ребятами. Ночевка в трубе, расскажи, пожалуйста, как это было? Это, честно, это была просто, наверное, одна из лучших ночей. Я даже, ну, не ожидал, что так получится. Был минимальный сквозняк, как бы, да. Ну, из, получается, из всех, что я брал вещи, то, что я брал, чисто, сменную одежду, чтобы переодеться где-то что-то, носки буквально так, вот. И когда ложился в трубу, да, там до бетона, как бы, холодно было, ну, стелил, как бы, там, рубашки, майки, шорты, стелил и все. Ну, ни плач-мешок, ничего не брал. При дожде, последний, вот, на Витебской трассе уже шел в дождь, потому что хотелось уже полностью дойти желательно. Ноги, как бы, уставали быстро, давали себе знать, ну, так получалось. Ну, шел один, говорил, было скучно в одном из интервью. Как? Коротал время, чем себя веселил? И пел песни футбольные, именно клуба, кричалки разные, пел песни из жизни какие-то, которые вспоминал. Много чего было. Танцевал даже на трассе, ну, дальнобойщики, которые останавливались и говорили, мы тебя видим уже вторые-третьи сутки, видим по дороге, ну, вот. И как ты все идешь, когда идешь, я говорю, вот нам футбол ребят, тут, типа, ну, а пешком, да, пешком, типа. Можешь себе подвесить, нет, не надо, как бы, вот так вот. Как известно, ты немножко не дошел, все-таки ноги подвели. Как команда, когда тебя вот подобрала, отреагировала, что тебе сказали футболисты? Ну, это еще, как бы, вот, до команды мне позвонили из клуба, ребята, там, ну, получается, старшее поколение. Позвонил, спросил, они интересовались каждый день, как здоровье, все. И позвонили, спросили, как здоровье, я говорю, немножко ноги подводят, устал, вот. Они говорят, сегодня дубль едет, можем, типа, чтобы дубль забрал тебя, ну, и вписали в гостиницу, там, переночуешь, помоешься, и дальше, там, если сможешь, пройдешь, а если нет, то с командой поедешь дальше, вот. Ну, получилось то, что созвонились с командой, с дублерами, они меня забрали на автобусе, привезли в Лепель, там, перенечула гостиницу, покормили, вот. Ну, ужин был, обед, все, оплатили гостиницу полностью. Привезли сюда в Наполоск, ну, посещал, посещал матч, вот, да, конечно, проиграли. Ну, и ребята старались, я видел, были моменты, то, что могли бы забить, выиграть, вот. А потом позвонили мне в Наполоске, ребята, писались в интернете, привели к себе домой, ну, и помылся, и покушал, и отдохнул вообще. После этого, Маша Бруска, к тебе повышенное внимание со стороны прессы наверняка уже есть, как ты к этому относишься? Честно, я, как бы, человек такой, то, что я не привык, что ко мне какое-то внимание такое резкое, состав такое, тем более, большое, очень. Ну, да, я понимаю, что это, как бы, в Беларуси, да, и то, не то, что в Беларуси, во многих городах, во многих странах где-то, это впервые такой поход, тем более, такого фаната. Да, да, я верю в свой клуб, я благодарен клубу за много лет, где-то около 9 лет болею за него, и за эти 9 лет клуб очень много помогал мне. И, ну, добирался до дома всегда, не было денег, даже с Наполоска, помню, года два назад или три клуб забирал меня, уже один забирал везде, помогал всегда. Спасибо за то, что ты честно ответил на все наши вопросы. Очень приятно, что у нас есть такие болельщики, потому что ради них, мне кажется, уже целой команде стоит играть. И специально от нашей программы тебе вот такой вот подарочек, посмотри, чтобы в следующий раз, если решишься на маржу бросок, можно было что-то взять с собой. Благодарен ребятам, которые помогали на всей дороге. Особо благодарен ребятам с Бреста, с Березы, с Жодина, парням, как бы с Минска, вот эти все парни, как бы мне помогали. Администратору группы Белый Указ, который всегда вращал на всех учениках. Администратору группы Белый Указ. Администратору группы Белый Указ. Администратору группы Белый Указ. Играет музыка. Играет музыка.